Начинаем пресс-конференцию, посвященную завершению сезона «Тажима театра», нынешнего сезона, 37-го сезона. Эти пресс-конференции стали традиционными, потому что мы видим какой-нибудь интерес и журналистов, и, самое главное, наших зрителей, которые следят за ними. В социальных сетях, в прямом эфире интересуются подробностями нашей жизни, жизни нашего театра, нашего плана. Планов у нас, как вы знаете, очень много, об этом я расскажу очень позже. Вообще сегодняшняя пресс-конференция, она отличается от обычной пресс-конференции, связанной с завершением сезона тем, что сегодня будут также явлены конкретные планы 2019-й год. Это остаток 2018-2019 год, то есть на 38-й сезон нашего театра. Сегодня и завтра два последних спектакля 38-го, 37-го сезона. Это спектакли не нашего театра, а гастрольные спектакли в рамках проекта «Шедевр Московской сцены». Проекта, который мы организуем в нашем театре, при поддержке компании «Мобайл» в средства культуры, историко-культурного населения Абхазия. Это спектакль «Три высокие женщины», спектакль, ради которого люди приезжают из Москвы сюда, чтобы видеть его, как мы понимаем, в последний раз, потому что, насколько мне известно, вот именно эти два показа будут прощальными показами для этого спектакля, в принципе. Поэтому событие само по себе, которое сегодня и завтра состоится в нашем театре, оно абсолютно уникальное, абсолютно уникальное. И я еще раз повторяю, я знаю людей, которые специально приезжают из Москвы для того, чтобы сегодня и завтра оказаться в нашем театре и увидеть этот действительно выдающийся спектакль с участием в народной артистке России лауреата Госпремь СССР, лауреата Кремь Золотная Маска и множество наград, центральных и государственных наград Евгения Павла Симонова. Это заслуженная артистка России и Армении и потом, где она была огромная вера память. Это артистка Театра Мояковского, Зоя Головская. Два молодых артиста еще принимали участие в этом спектакле, в постановке Сергея Голомазова. Этот спектакль, как я уже говорил, является полной мере отвечает названием проекта «Шедевр Московского СССР». Это шедевр, который я очень часто сегодня и завтра можно будет увидеть в нашем театре. Как я понимаю, у нас шлаги. У нас на сегодня осталось 8 билетов. Из 500 на завтра где-то билетов 30. Естественно, все это сегодня будет продано. Поэтому интерес есть. Это самое главное. Знаем, что мы перенесли эти показы с 10-11 октября, потому что мы приняли решение, что в скорбные дни мы не можем играть этот спектакль. О чем можно сказать по итогам сезона? На самом деле, 37-й сезон оказался сезоном гиперосыщенным. По абхазским меркам просто, я бы сказал, невозможно. По количеству событий, по количеству премьер, по количеству специальных проектов, которые были реализованы в нашем театре. Вот в частности, в 37-м сезоне, который стопровал в ноябре прошлого года, сейчас у нас что-то, сейчас в сентябре нынешней погоды, вот за это время было сыграно 109 репертуарных спектаклей. 109 репертуарных спектаклей в нашем театре мы сыграли на нынешний сезон. Общая, когда такие сыны называешь, еще несколько лет назад казалось, что это просто невозможно. И меня, кстати, убеждали вроде, что это невозможно, а опять невозможно играть более 3-4 спектакля в месяц, в большем случае. Как видите, возможно. Мы в августе-июле этого года играли по 18 спектакля в месяц. То есть это больше, чаще, чем через день. Что-то получается каждый день игралось. Вместе со социальными проектами, которые не просто вот мы сдаем в аренду зал, мы никогда не сдаем в аренду зал просто так вот на какой-то проект. Единственный раз это волшебный пропуск. И то в нем принял участие, наш коллектив участвовал, и художник по свету был, гений лисицын, это было такое качественное, с визуальной, как минимум, точки зрения мероприятие. Но в целом все, что здесь проводится, отвечает ценностям и туфлу нашего театра. Никогда, никакая антракреза, никакой, никакой примитивной, низкопробной продукт на этой сцене не появится. Сколько бы денег нам не было. Поэтому те, все те спецпроекты, которые мы реализовали, то есть это наши проекты, их было вместе со спектаклями, это было 131 мероприятие, 131 мероприятие на сцене этого театра. В 2037 сезоне. В 36 сезоне было 109, извините, 116 мероприятие. В этом сезоне 131 мероприятие. Выпущено 6 примерных свектаклей. Заметьте, на полтора миллиона рублей после финансирования. Естественно, этого не хватило и на полтора свектакла с такой финансированием. То есть понимаете, что в основном, это все это то, что мы сами находим деньги, зарабатываем их и вкладываем их в театре не себе в карманку, а в театре, в развитие нашего театра. Шесть примеров. В ноябре 2017 года вышел спектакль, реализовав постановки Андрея Тимошенко, художник-постановщик Петаль Шкацова, художник по свету Андрея Викров, художник по костюмам Лина Титаренко. Спектакль, который мы затем уже неоднократно, после премьера сезон неоднократно был сыгран в этом сезоне, 14 раз мы посыграли. 14 раз. И следующая премьера, это был новогодний спектакль «Снежная принцесса» в постановке Джабула, «Жардания», который все показы по спектаклям было 14 прошли и аншлагах абсолютно. Затем тот спектакль, о котором очень много говорят, и все его ждут, и очень сложно, правда, это играть, потому что там нужно, чтобы много обстоятельств сложилось. Это игрок Федора Бостоевского, пьеса Эли Джекерба, спектакль постановки Антона Кисельуса и свет Евгения Лисицына, спектакль, в котором приняли участие первые в Абхазии на профессиональной сцене молодые ребята выпускники театральной студии Минищукина, они тогда еще студенты у них были Уран Кельциния, асланаб по Дэвид Биллиу Макломе и наши артисты Людча Спас Наталья Ламаскири, грандиозную совершенно работу Людча Спаса и Марина Сиченава, спектакль, в котором принял участие такой вот новый совершенный формат, принял участие капелла Абхазии, где это было действительно такое мощное, аналитичное воздействие действия, с колоссальным успехом мы сыграли его правда 4 раза мы должны были завтра его играть, мы переносим его на звуки женщины отменились этот спектакль, но в ноябре, 30 ноября, этот спектакль будет сиху умножить, так что всех ждем спектакль, я конечно еще раз повторю, имел колоссальный успех, в апреле мы выпустили спектакль, который, мне кажется, просто покорил зрителя, немножко так, для этого спектакля совсем подходит, который стал для многих людей чем-то очень важным для многих для спектакля «Все мои сыграния» по песне от Тора Миллера в постановке Антона Киселлюса. Естественно, спектакль посмотрела мы высыхали 12-13 раз, его посмотрело 1300 человек, потому что он очень много лет будет идти и пользоваться способом художния постановщика Виталия Кацпора, художник по свету и виситского художника по постюмам и везапасы. В июне, 13 июня очень интересная премьера широколоба по найменной новой Фазилия Искандера. Это спектакль, который вышел у нас в рамках фестиваля Фазилия Искандера при поддержке, финансовой поддержке этого фестиваля. Мы очень благодарим фестиваль «Жиземного рамка» во время Министерства культуры российского режиссера Искандера Сакаева в прекрасной сценографии Виталия Кацпора в свет и костюм очень хорошего художника из Ишерска и Кузнецовой. Спектакль «Шарголубый» это на мой взгляд очень удачная работа по угрозе Искандера спектакля, с каждым разом становится все интереснее, все лучше. Он в себе таит очень много еще потенциала, потому что прекрасно и все с вами прекрасно. И наши актеры «Шарголубый» 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 В июле наконец мы уже знаете сколько все мои сыновья и Курова, и Шарголубого все такое очень напряженное очень такое знаете психологическое драматическое деле и поэтому мы решили сыграть медиум и пригласили Сергея Ефимова который уже прославился здесь «Примадоннами» «Примадоннный спектакль» самопопулярный спектакль в истории театра в Абхазии мне кажется последних 30-40 лет точно вот и мы решили сделать еще медиум поставить спектакль «Клинический скучай» по пьесе Крэль Гумленного из самых известных медиа-обруков 20 века самых успешных точно чтобы художник как постановщик Виталия Кацкого художник послалил театр шоп что есть театр и не более того то мы забываем что 35 тысяч человек это больше 10% населения это 12% населения если они приходят в этот театр это значит что этот театр занимает очень важное место в жизни нашей страны и он действительно занимает такое место потому что мы постоянно слышим не только от наших людей а от прежней приезжих токальчиков туристов что благодаря нашему театру посещению нашего театра они изменили свое отношение к Абхазии многим те, кого где-нибудь обхамили обманули в каком-то Апатске на пляже что-то что-то случилось они пришли сюда и не поняли что Абхазия это еще и культура и театр который даст форум многим российским театрам они прямо приезжали из каких-то городов из регионов и мне кажется в этом колоссально патриотическое как бы не высоко звучало но тем не менее пафосно звучало патриотическое роль функции нашего театра что мы создаем то лицо Абхазии которое может быть даже приезжает реальное как бы чем-то реальное ситуацию в стране и в этом мы мне кажется делаем очень большое позитивное дело для всей страны ну я могу сказать что у нас например 30 тысяч уникальных посетителей на сайте зафиксировано за этот период уникальных тапи то что у нас более 10 тысяч подписчиков в инстаграме у каждого московского театра такое есть и нас знают не только в Абхазии но и это очевидный факт абсолютно если вы например прочитали известный фонтарный театр интервью директора центра поддержки гастрольных деятельностей естественного культуры россии я могу укропа она в основном много он только нас помнит замечательный театр ездить поддерживать но это большой я уже говорю о том что послание президента республики Абхазия вот такие слова прозвучали в сфере культурного менеджмента есть объективные изменения самый яркий пример это прорыв государства русского театра драма Вискандера который при весьма скромном государственном финансировании добился высоких результатов как с точки зрения качественной стоянности с контактами так и способности привлекать зрителей самостоятельно зарабатывать средства это положительно много надо использовать и при организации деятельности других учреждений культуры страны ну вот надеюсь он используется пока верите слова блескан это очень я обеззнание руководства страны того что мы сделали делаем и будем делать а сейчас вернусь потому что мы будем делать что было еще в этом году буквально в нескольких штрихах в ноябре к нам приехал театр мастерская на две семнадцатого года в правках программы большие дострои это было значительное событие в нашей культурной жизни два скринтакта были показаны томсор записи на врача аншлаги по билетам и удивительное просто удивительный рот мы до сих пор не вспоминаем и ждут когда театр придет вновь мы говорили в июле о том что театр должен был приехать в этом году но по независимой причинам эти гостроли немного переносится но они состоятся обязательно в 2019 году мы выезжали в этом году в Питиморске в Листу в рамках программы «Большие расстроения» естественно в Культуре России в ноябре это шло со стратеглями «Ревизор» «Братец Кролик» и «Братец Лиз» ну насколько я понимаю это было очень хорошо потому что был полный царм был успех и самое главное мы остались в этой программе я раскрою когда мы поедем в внутренней программе в феврале состоялось уникальное совершенно событие наш театр был одобрен частью в престижном молодецком фестивале Санкт-Петербург это очень престижный фестиваль в котором участвуют лучшие театры России и зарубежных стран там был в этом году и театр Махтанковка и театр Матаганки и московский ТЮЗ Камгинка с Агент-Веттой Миновской и мы там приняли участие с нашим на мой взгляд просто потрясающим спектаклем «Пять вечеров» в установке «Агентонки Сейдуса» спектакль который был сыгран мы его сыграли в 10-ой играли в театре на этот день и как нам сказали это был единственный спектакль после которого зал стоя приветствовал артиста стоя это был огромный успех есть у меня запись тиховаться все это мы увидели и потом состался разбор спектакля нам было очень интересно услышать мнение профессионала экстракласса как Ларина Андреевская пример такой титан театральной критики России в апреле мы организовали в очередной раз гастроли как проект нашей первой московской сцены в апреле 10-го 1912-го апреля на нашей сцене были показаны три спектакля Московского театра на западе это опять же событие которое произвело фантастический эффект потому что три полных самых абсолютно коммерческих успешных проект в это время здесь не было туристов были только наши зрители которые покупали билеты и перейдили в театр но после такого успеха я понимаю мы будем начать все делать правильно мы двигаемся вперед никакие сложности нам страшны хотя нас упугали что в апреле вы не продадите никогда и в принципе никто кроме нас ничего не продал а мы это сделали федерма Московской сцены потрясающий столик с грандиозным успехом я очень надеюсь что мы привезем еще раз в театр потому что все его спасибо груздрам-опера 8 марта наш проект три потрясающих певца оркестр в сочинске полный зал успех прекрасно гастроли театр институты Мищукина в июне со спектаклем в мае со спектаклем Кёжинские перепалки и софичка три полных зала три полных зала очень важное событие это презентация геннадий монаха Симна первой нашей театре это не просто сценой это идеологически все очень взаимосвязано и это такой проект который очень важно чтобы он был показан именно здесь именно таким образом как это было сделано это очень это кажется событие тоже такое прорывное и скажем фильмы Нара нормальный который был показывал как этого тех от Симина был он сейчас просто покоряет все фестивали которые возможны и будет продолжать это делать и там фильм Димура Кирискин отец тоже был обмечен и другие фильмы поэтому важнейший событие вообще Сумбутский кинофестиваль который здесь был проведен тоже можно отметить это конечно конечно можно отметить вечер Евгения Князева который состоялся у нас в августе с грандиозным успехом Казанова драматического поэта Марина Цветаева и Феникс многое еще было чемод мы не будем сейчас на этом останавливаться чтобы задерживать вас потому что на самом деле колоссальное количество событий колоссальное а следующий сезон будет у нас не менее если бы более насыщенный я кстати говорил даже есть такие люди которые с одной стороны вот молодцы хорошо что у вас а потом ну вот самое сложное это удержать это такое состояние с надеждой это такая запасная офисика в кармане но удержание мы этот год еще лучше провели чем в последующем они говорили после первого нашего сезона 2006 что вот вы ну все тогда сезон эффекты старта низкого дальше так что дальше я думаю еще лучше несмотря ни на что несмотря ни на какие препятствия которые существуют и самое главное слабое господин сезон придется об этом говорить открыто с печалью это печаль должна нас демотивировать должна наоборот стимулировать дальнейшим облигом вот в ближайшее время что у нас произойдет сегодня завтра закрываем сезон мы подходим в итоге зрительского голосования вручим премии награды нашим актерам и режиссерам и за лучший спектакль у нас результаты подведены и завтра об этом все узнаем будет очень интересно вот а 10 октября такой промежуток когда мы не работаем или играем на спектакле здесь пройдет опять же наш совместный проект не аренды там не просто предоставить площадку есть что-то концерте большом концерте капелла с капеллой мы дружим спектакль крупный совместный проект а здесь будет концерт они давно не выступали в Суме и это будет не просто какой-то концерте это будет что-то больше больше поэтому всех приглашаем 10 октября на этот потрясающий концерт там у нас еще будет один закрытый показ но об этом нам открыто говорить будет 12 октября вот Люкчев знает спас нас по-моему надо будет сыграть и так еще на кого 12 закрытый показ будет для гостей уроу форума вот а затем поедем на гастроли видимо нас к нам хорошо относятся и прекрасно поэтому нас внепланно включили программу большие гастроли на 2018 год и мы поедем опять очень далеко Краснодарский край и Адыгея но очень ответственные спектакль спектакль широколупы братья Снолик и братья Цвиз будут показаны в Майкопе в Адыгеи в столице Адыгеи на сцене национальной филармонии Адыгеи это самый большой зал там 1500 мест по-моему будет зала огромная сцена вот эти группа спектакля будут показаны 24-го числа октября я искренне благодарю Центр Генеральный Центр поддержки достроенной деятельности Международной Культуры России Елену Голубкову Дарю Фанасьеву все кто причастен к тому что это происходит сегодня это для нас фантастическая садика так что это я сказал про садика мы будем часто в следующем сезоне влиять фестивали об этом расскажу чуть позже название точно такие спектакли как Шарадову как все мои сыновья возможно как пять леченов мы востребованы на фестиваль 5 леченов сложно перевозить 5 лет на время с ним а так он более чем востребован его многие фестивали в России перевести но просто финансов не нужно это выделить очень сложно вот так что будут поездки на различные фестивали это очень важно что мы востребовали такой программе как большие космонии которая объединяет лучшие театры России и русские театры стран ближнего зарубежья вот такой частной зарубежной программе большие космонии естественно в 19-м году мы тоже примем участие в этой программе сейчас мы говорим о 18-м году в октябре 2018-го года далее невероятное событие режиссерской лаборатории СВД в нашем театре это что-то действительно необычайное и тот подбор режиссеров проводов которые приедут к нам он сам по себе уникальный абсолютно это любят действительно молодые режиссеры которые сегодня в тренде театрального движения российского это Никита Бетехтин Алексей Разбаков и Артем Устинов Никита Бетехтин Чинихейфица сейчас он отличается у Виктора Рыжакова в школе студии карты потому что люди театрального объясняют о какой хельфицах нет необходимости это абсолютно элита театра России Никита Бетехтин будет делать царя Этипа отрывок царя Этипа Алексей Розмагнов ученик Дмитрия Крымова и Евгения Каменьковича в Гитисовец всех троллей в Гитисовце то что он будет делать он вам сообщит в начале театра идеи своих это будет тоже отечная Дома Друге и наконец это Алексей Этип Агустинов ученик Женовача в густе мастерской Женовача Женовача ныне художественного о том что вы будете делать в нашем театре это будет невероятно то есть это 5 дней каждодневных репетиций 6-ой день показ трех эскизов спектаклей на публике у нас будут мы соберем зал и покажем на публике 12-го числа начинают на работу 16-го числа мы показываем это все или не сида да 16-го числа мы все это показываем уже здесь в нашем театре и из трех этих отрывков будет выбран один который затем превратится в спектакль на нашей сцене в нашем театре при финансовой поддержке союза театральной России вот такое совершенно уникальное грандиозное просто событие которое мы все затираем в сердце с этим это прорыв так и запишите пожалуйста это прорыв не только для Абхазии вообще для регионов и всего для Абхазии это условно ноябрь с 12-го в 18-м фамилия назвала в театре открывается детская студия об этом уже было объявлено нас уже осождают руководители хотя что дети здесь работали с нашим замечательным актером руководитель студии Джаму Джордани студия откроется начнется набор в январе в 2019-м годах начнем набор детей на конкурс на основе и я вас уверяю что те кто попадут в эту студию они не божили мягко говоря а вот на самом деле это будет прекрасно это будет и для них для детей нужна возможность развиваться но когда мы покажем продукт какой-нибудь интерес с частью детей спектакль например какое-то музыкальное представление то можно все увидеть от какой-то округа так что это тоже зафиксируйте пожалуйста а теперь переходим к премьерам следующего тридцать восьмого сезона